Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Мы так рады, что вы с нами на программе «Иисус Целитель». Пожалуйста, возьмите свою Библию, ручку, бумагу и учитесь вместе с нами. Ведите записи. Мы собрались с друзьями, служителями в домашней обстановке, и мы полны ожидания. Мы хотим, чтобы и вы смотрели эту передачу с ожиданием. Каждый раз, когда вы слушаете Слово, ожидайте, что что-то в вас изменится. Ожидайте, что свет прольется в вашу жизнь. Не просто привычно смотрите передачу. Ожидайте перемен. Последние несколько недель у нас проходит школа исцеления. И мы разбираем личные исцеления, которые произошли во время земного служения Иисуса. Мы изучаем их стих за стихом, строчку за строчкой. Мы понимаем, что делая то, что делали эти люди, мы получим те же результаты. Поэтому мы не хотим наспех пробегать эти места об исцелении. Мы хотим их изучать. Дух Святой побудил авторов Евангелий включить эти случаи исцеления в Писание. И нам необходимо их изучать. Нам нужно умело применять эти места Писания. Нам нужно усвоить преподаваемые нам уроки. И тогда мы научимся принимать исцеление и служить исцелением другим. Итак, присоединяйтесь к нам. Ведите записи. Не упустите эти драгоценные крупицы знания. Сегодня мы рассмотрим пятую главу Марка. Я начну читать с 22 стиха. В этом месте Писания к Иисусу приходит Иаир. Давайте прочитаем Марка пятую главу с 22 стиха. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир и, увидев его, падает к ногам его. И усильно просит его, говоря, «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа и теснили его. 35 стих. Когда Иисус еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят, «Дочь твоя умерла». Что еще утруждаешь учителя? Но Иисус, услышав сие слова, тотчас говорит начальнику синагоги, «Не бойся, только веруй». И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих и вопиющих громко. И, войдя, говорит им, «Что смущаетесь и плачете?» Девица не умерла, но спит. И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собой отца и мать девицы и бывших с ним и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей, «Талифа куми», что значит, «Девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет двенадцати. Видевшие пришли в великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. Вот это история. Давайте вернемся к двадцать второму стиху и начнем разбирать это местописание стих за стихом, изучать его. Двадцать второй стих. «И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его». Не забывайте, что Иисус с его служением исцеления был не особо популярен и встречал наибольшее противостояние среди религиозных лидеров того времени. А Иаир попадал как раз в эту категорию. Он был известным религиозным лидером, одним из начальников синагоги. Он был настолько известен, что слово называет его по имени. Это следует отметить, потому что в большинстве случаев имена людей, переходивших к Иисусу, не указаны. Это говорит о том, насколько Иаир был известен в том обществе. И обратите внимание на то, как он подошел к Иисусу. Здесь сказано, что Иаир смирился, пав к ногам Иисуса. Он сделал это на глазах у всех. Задумайтесь. Это могли увидеть другие религиозные лидеры. Там была толпа. Множество народа. Библия говорит, что людей было так много, что они теснили Иисуса, а не толпы. Они тупились вокруг него. То есть Иаир пришел к Иисусу, не думая о том, кто может его увидеть. Кто из его коллег может увидеть его в этом положении. Потому что не всякий лидер был согласен с Иисусом и его служением. Итак, мы видим, как поступил Иаир, столкнувшись с нуждой, с тем, что его дочь была при смерти. Он подверг опасности свое положение и влияние. Его обращение к Иисусу за помощью, поклонение Иисусу, публичное признание Иисуса могло ему чего-то стоить, потому что его коллеги так сильно противились Иисусу. Итак, он пал к ногам Иисуса. Что это значит? Он поклонился Иисусу. Он покорился Иисусу. Правильным подходом к Богу, к Иисусу, к Его Слову, всегда является поклонение. Поклонение – это позиция, в которой вы способны принимать. Человек, на самом деле поклоняющийся от сердца, готов учиться. Он жаждет. Он смиряется. Он обучается. Поклоняющегося человека Бог может легко вести, потому что поклонение – это позиция подчинения. Человек подчиняется, а значит, готов, чтобы его вели, а значит, он обучаем. Нуждаясь в чуде, как и Аир, приходишь к сознанию, что по-настоящему важно. Его положение в синагоге перестало быть для него важным. Его больше интересовало, чтобы дочь получила чудо. Когда вам нужно чудо, все остальное теряет значение в вашей жизни. Все второстепенное уходит на задний план. И Аир поставил семью выше своей известности. Очень важно иметь верные приоритеты и правильное мышление. Он поставил семью выше своей известности и того положения, которое у него было в глазах окружающих. Им восхищались, его высоко чтили в этом обществе, но он был готов отказаться от всего этого, чтобы получить нужное ему чудо. Мужчина является главой семьи, и, будучи главой семьи, он должен вести свою семью туда, где Бог может двигаться и благословлять ее. И Иаир ввел свою семью в веру. Важно, чтобы мужья, будучи главами своих семей, вели свои семьи в жизнь веры. Каждый мужчина является главой семьи, но это не значит, что все в семье должно происходить так, как ему хочется. Не это значит быть главой. Быть главой семьи значит делать то, что лучше для всех в семье. Вот что это значит. И именно так поступил Иаир. Он отложил свою карьеру, свою известность, отказался от своего положения, чтобы повести свою семью в жизнь веры. Он принес самого себя и таким образом всю свою семью к ногам Иисуса. Аминь. Для всех в семье лучше, чтобы духовная жизнь заняла свое должное место в доме. Аминь. Каждый мужчина должен вести свою семью ко Христу. Я говорю, каждый мужчина должен вести свою семью ко Христу. Каждый глава семьи должен вести свою семью в жизнь веры. Вы скажете, у меня дома не такая система. Тогда вы придите ко Христу. Вы живите жизнью веры. И не волнуйтесь о том, чего не делает кто-то другой. Не волнуйтесь. Просто сами делайте все, что вам известно из слова. 23 стих. Обратите внимание, Иаир говорит Иисусу о том, с чем он столкнулся. Он описывает ситуацию, в которой оказалась его дочь. Она при смерти. Признание того, с чем вы столкнулись, не является выражением сомнений и неверия. Это не значит, что вы не в вере. Вам нужно знать, с чем вы столкнулись. Нужно трезво подходить к тому, о чем вы верите Богу. Аминь. Итак, Иаир говорит о том, с чем он столкнулся. Он сообщает о своей нужде. Но послушайте, когда вы признаете и излагаете свою нужду, обязательно следом скажите, во что вы верите в этой ситуации. Иаир так и сделал. Он изложил свою нужду, но он также сказал, во что он верил по поводу своей нужды. Он сказал, дочь моя при смерти рассказала о своей нужде. А потом сказал, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива. Вот во что он верил. Это заявление веры. Он сказал, когда Иисус возложит на нее руки, она будет жить. Она выздоровеет и останется жива. Он еще не видел исцеления дочери. Он еще не видел ее воскрешения. То есть, он говорит о том, во что верит. Он не говорит о том, что видит. Аминь. В жизни веры очень важно понять, что нужно говорить то, во что вы верите, до того, как вы это увидите. Часто люди хотят увидеть перемены в своей ситуации и тогда с радостью о них сказать. Но закон веры таков. Нужно говорить то, во что вы верите, и тогда эти слова принесут то, в чем вы нуждаетесь. Римлянам 10.10. Я вам процитирую. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Или можно сказать, устами исповедуют к проявлению. Спасение – это на самом деле проявление всего, в чем вы нуждаетесь от Бога. Так? Потому что в слове «спасение» заключается не только рождение свыше и вечная жизнь на небесах, но и исцеление, освобождение, процветание. Спасение – это все, чем Бог нас обеспечил. И мы видим в Римлянам 10.10, что вера должна присутствовать в двух местах. Она должна быть в сердце и в устах. Недостаточно иметь веру в сердце. Нужно также говорить устами. Иисус не сказал «и будет ему, во что не поверит». В Марка 11.23 Иисус сказал «будет ему, что не скажет». То, во что вы верите, находится в вашем сердце. Но нужно то, во что вы верите сердцем, вложить в уста. Так вы активируете веру, которая в сердце. Так вы ее употребите. Итак, вера должна быть в двух местах. И мы видим, что у Иаира она была в двух местах. Она была в его сердце. Он верил. Ему грозила смерть дочери. А он все равно пошел к Иисусу, потому что верил, что Иисус может помочь. Что у него есть ответ. И прежде чем он увидел хоть какие-то изменения в жизни дочери, он сказал «она выздоровеет и останется жива». У него была хорошая доктрина. Он уловил то, чему учил Иисус. Он слышал Иисуса, и он схватился за это. Другие это отвергли, а он взял это. Наличие нужды в жизни помогает ухватиться за помощь, ухватиться за истину. 24 стих. «Иисус пошел с ним». Заметьте, правильные слова привели Иисуса к нему домой. Аминь. Иаир правильно верил, правильно говорил, и в результате Иисус пошел с ним. Что мы здесь видим? Иисус всегда реагирует на веру. Всегда. Такого не бывает, что мы выражаем или применяем библейскую веру, а он не реагирует. Он всегда реагирует на веру. Мне нравятся слова одного служителя. Бог обойдет миллион человек, чтобы добраться до одного с верой. И это мы, так? Мы люди веры. Мы живем жизнью веры. И это наш выбор. Мы не руководствуемся чувствами. Мы выбираем жизнь веры. Почему? Потому что Иисус всегда реагирует на веру. Тридцать пятый стих. Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят, «Дочь твоя умерла. Что еще утруждаешь учителя?» Ясно, что они не верили в то же, во что верил Иаир. Они верили, что теперь все закончилось. Дочь умерла. Иисус больше не нужен. Теперь он точно нужен. По дороге, прямо посреди этой истории, есть свидетельство о другом чуде, произошедшем с женщиной, страдавшей кровотечением. Она остановила Иисуса на пути в дом Иаира. Она исцелилась. А Иаир стоял там все это время, пока, по сути, происходило мини-служение исцеления, служение свидетельства. И Иаир не давил на Иисуса. «Поторопись! Нам нужно идти! Поторопись!» Почему? Потому что вера никогда не беспокоится. Вера не паникует. Она не тревожится. Вера не давит, пытаясь поторопить события. Иисус идет в дом Иаира, а по дороге исцеляется эта женщина. И обратите внимание, Иисус тоже не беспокоится. Он не думает, нам нужно поторопиться и добраться туда, пока она не умерла. Это не важно. Когда приходит жизнь, она влияет и на мертвых, и на живых. Так? Иисус никуда не торопился. Он сказал, «Я хочу услышать свидетельство этой женщины, которая исцелилась от кровотечения». И тут Иаир мог дать волю разным мыслям. Но мы не читаем ничего подобного. «Какое благословение!» Он верит Богу о чуде для своей дочери и видит исцеление женщины. «Это укрепило его веру». «Укрепило его». Веря о чем-то Богу, будьте там, где можно услышать свидетельство о том, что Бог сделал для других. Это укрепит вашу веру. Итак, пришли люди и известили Иаира, что дочь умерла. Представьте, какой страх, тревогу и панику эти слова могли вызвать чисто по-человечески. И мне нравится, как 36-й стих звучит в расширенном переводе. Им только что сообщили, что дочь умерла, и, услышав, но проигнорировав их слова, Иисус сказал начальнику синагоги, «Не будь охвачен тревогой и поражен страхом. Только продолжай верить». Мне так нравится, что Иисус не осторожничал в этой ситуации. «Ой, надо же, она уже умерла», услышав, но проигнорировав их слова. Вы услышите, что говорит дьявол. Вы услышите плохие известия. Вы услышите и почувствуете обстоятельства. Но настоящая вера просто игнорирует их и продолжает верить. Игнорируйте и просто продолжайте верить. Аминь. Вы когда-нибудь начинали о чем-то верить Богу, и казалось, будто проблема обострилась? Это случилось с Иаиром. Выглядело, что ситуация обострилась. Дочь больше не была при смерти, она умерла. Ситуация усугубилась. И Иисус сказал, что делать, когда проблемы обостряются. Продолжать верить. Не поддаваться страху, не впускать его. Что Иисусу было известно о стратегии врага? Что когда вы верите Богу, приходит страх. И Он пытается проникнуть в ваше мышление и подорвать вашу веру. И Иисус не упрекает тех, кто принес известие. Проблема не в них. Если врач говорит, что у вас неизлечимое заболевание, вам не нужно менять его исповедание. Проблема не в нем. Он не враг. Иисус даже не пытался ответить на слова посыльных. Он заговорил с Иаиром, чтобы удержать его в вере. Он сказал, не тревожься, не поддавайся страху. Почему? Страх – враг веры. Страх – противоположность веры. И Иисус сказал Иаиру, не сдавайся врагу, поддаваясь страху. Послушайте. Страх вызывает определенные ощущения, не так ли? Паника, тревога – это ощущение страха. И Иисус осознавал, что в такой момент страх может вызвать у Иаира определенные чувства. И он не сказал ему не чувствовать. Он сказал не сдаваться этому. Не поддаваться этому. Возможность бояться бывает у всех. Возможность паниковать бывает у всех. И вы не виноваты, что вы это чувствуете. Вы это ощущаете просто потому, что это к вам пришло, а не потому, что вы это приняли. То, что вы чувствуете страх, не значит, что вы его приняли. Аминь. Итак, Иисус сказал Иаиру, не тревожься, не будь охвачен страхом. Противостаньте приходящему страху. Он приходит ко всем. То, что он пришел, не значит, что ваша вера не работает. То, что страх пришел, не значит, что слово не работает. Прямо там стоял Иисус, и страх пришел. Иисус стоял с Иаиром, и страх пришел. То, что страх пришел, не значит, что Иисус перестал владычествовать. Это не значит, что слово не работает. Это не значит, что вера отсутствует. Это не значит, что вера не работает. Дьявол попытается вам сказать, что раз вы чувствуете страх, значит, у вас нет веры. Это ложь. Вера в вашем сердце. Просто продолжайте верить. В одной из моих любимых историй мой духовный отец, Папа Хеггин, рассказывал о том, как, будучи молодым служителем, он расхаживал по дому, погруженный в размышления об одной возникшей ситуации. Это была тревожная ситуация. И вот, он ходит по дому, и враг говорит ему, «Ты в страхе, ты попался». Потому что страх и вера несовместимы. Вы не можете быть и в страхе, и в вере. Папа Хеггин – замечательный учитель веры, и он понимал, как она работает. Он понимал, что страх – враг веры. И вот, он у себя дома, и дьявол говорит, «Теперь ты попался, ты в страхе, посмотри на свои руки, они дрожат». Он посмотрел, и все его тело физически дрожало от угроз, от страха, внушенного этими обстоятельствами. И мне так нравится его ответ. Он сказал, «Дьявол, хоть мои руки и дрожат, хоть мое тело и дрожит, но мой дух – это настоящее «я», и мой дух не дрожит». Даже если тело что-то чувствует, вы не тело, вы дух. Я не знаю, бывало ли такое с вами. Вы едете за рулем, и кто-то вас подрезает или резко тормозит, и вы в последнюю секунду жмете на тормоз. Вы не врезались. Но после этого тело трясет. Что это? Адреналин. Тело реагирует на то, что случилось. Но вы даже не врезались. То же самое страх может сделать с телом. Дьявол внушает что-то, и тело чувствует это присутствие. Вы знаете 22-й псалом? «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажетях и водит меня к водам тихим». А в 5-м стихе сказано, «Ты накрываешь стол для меня». Послушайте, «в присутствии врагов моих». Враг присутствует. Он присутствует на земле. Но то, что он присутствует, не значит, что он побеждает. То, что он присутствует, не значит, что вы верите ему. И то, что он присутствует, не значит, что ваша вера не работает. Как я уже говорила, Иисус был с Иаиром, и страх пришел прямо туда, где был Иисус. И Иисус проигнорировал его. Вы можете войти в такое осознание Отца, такое осознание силы, которое в вас и для вас, что, ощутив что-то помимо Бога, вы просто повернетесь к этому спиной и продолжите идти. Это тоже ответ страху. Это один из видов ответа страху. Просто отвернуться и уйти. Не подвергаясь влиянию страха, не веря Ему, ни на секунду, не сбиваясь с веры. Просто продолжить идти. Иисус показал нам, как Он обращался со страхом. Он игнорировал его. Аминь. Он не уделял Ему никакого внимания. Вы можете ответить страху, но Иисус так Ему ответил, проигнорировав его. Это и был Его ответ. И теперь, чтобы продолжить путь с Иаиром, Ему нужно было также Иаира удержать в вере. И Иисус сказал Ему, как обращаться со страхом, не впускать его. То, что Он пришел, не значит, что надо Его впустить. Не будь охвачен тревогой и поражен страхом. И посмотрите на эту фразу. Только продолжай верить. Он не сказал Ему, продолжай чувствовать. Вы будете что-то чувствовать. Не волнуйтесь о чувствах. Все зависит от того, во что вы верите, а не от того, что вы чувствуете. Итак, Иисус сказал, продолжай верить. Обратите внимание, вера – неоднократное действие. Это что-то, что мы делаем непрестанно. Это образ жизни. Продолжайте верить. Во что Он должен был продолжать верить? В то, что Он сказал, когда только пришел к Иисусу. «Приди ко Мне домой. Возложи руки на Мою дочь. Она выздоровеет и останется жива». Иисус сказал Ему, продолжай верить в это. Продолжай верить в то, что Ты сказал в самом начале. Зачем страх приходит? Зачем наваливаются обстоятельства? Чтобы сдвинуть Вас с того, что Вы уже сказали в вере. Чтобы заставить Вас отступить от Вашего исповедания веры. И Иисус сказал Ему, просто продолжай верить. Тебе не нужно отступать. Не сомневайся в том, что Ты говорил. То, что Ты говорил, все еще сработает для Тебя. Аминь. Аллилуйя. Помните, Иисус сказал в Марка 11, 23. Будет Ему, что не скажет. Это может измениться только, если мы перестанем говорить. Чем больше мы говорим, тем больше у нас будет. Чем меньше мы говорим, тем меньше у нас будет. Потому что у нас будет все, что мы не скажем. И Иисус призвал Иаира продолжать верить. Аллилуйя. Аллилуйя. Мы надеемся, Вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Редактор субтитров А.Семкин